Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире национального телевидения «Чувашия» программа «Спортивные надежды» и сегодня мы будем знакомиться с восходящими звездочками художественной гимнастики. Эти девочки, несмотря на свой юный возраст, не понаслышке знают, насколько сложен путь к спортивным вершинам. С 3-4 лет они занимаются художественной гимнастикой. Обруч, булава, мяч и лента – их главные помощники. За 10 лет существования в Республике Федерации художественной гимнастики ее воспитанницы успели показать себя на различных окружных и всероссийских соревнованиях. Подобные турниры расширяют границы спорта. Девочки видят, каких результатов добиваются их коллеги из других регионов, появляется стимул сделать так же и даже лучше. Красота этого вида спорта становится главным аргументом для многих. Дарья Маслова пришла в этот спорт достаточно поздно, в 9 лет, сменив теннис на художественную гимнастику. Но планы у нее амбициозные. Это очень красивый вид спорта. Мне он очень нравится. Я хочу попасть к Ирине Винер, а потом на Олимпийские игры и стать олимпийской чемпионкой. Школы художественной гимнастики начали появляться не только в Чебоксарах и Новочебоксарске, но и в Цивильске, Шумерли и Кугесях. В общей сложности сегодня этим видом спорта в Республике занимаются около 400 девушек. Виртуозно владеть мечом, булавами, обручем и лентой в Чебоксарах обучают в столичной детско-юношеской спортивной школе номер 10. Правда, занимаются девушки в спортивных залах некоторых общеобразовательных школ. Расстелили по залу ковры и вперед – оттачивать свое мастерство. Наши детки сейчас выступают на всероссийских соревнованиях, начали выступать на Приволжском федеральном округе. Потихонечку, потихонечку, я надеюсь, что они выйдут на веренство России. Но для того, чтобы там выступать, желательно, чтобы был спортивный зал, оснащенный специальным ковровым покрытием. Нам этого, конечно, не хватает. Проблема, которую надо решать с помощью органов власти. Ведь мы же хотим побед. В ближайших планах руководителей федерации – участие в первенстве Приволжского федерального округа. Сборы пройдут в январе здесь же, в зале Чебоксарской 29-й школы. Одна из представительниц команды «Чувашии» – 11-летняя Екатерина Михайлова. До 4,5 лет девочка занималась танцами, а потом плавно перешла в художественную гимнастику. Лариса Юрьевна меня посмотрела. Я была не такая гимнастическая, как остальные девочки. Я была тверденькая. Не могла садиться на шпагат. И, получается, меня отправили к другому тренеру – Ксении Александровне. Я с ней занималась, училась. Потом у меня пошли результаты, и меня перевели по группе старше – Ларисе Юрьевне. Я работала, получается, и сейчас добилась много результатов. Стала оставаться на тренеровке подольше, чтобы научиться планше, планше-хлажок. Поверить в себя и свои силы Кате помог открытый турнир, прошедший в Казани. Сейчас я ездила на соревнованиях в Казань. Вот первое соревнование, где я уже была уверена в себе, я там собралась и выступила хорошо, что вот на таких вот соревнованиях в Казани, что занять второе место, для меня было вообще шок. И я вот после этих соревнований, я собралась и, получается, стала уверена в себе выступать на других соревнованиях. Своё будущее девочка видит вполне конкретно. Я вот хочу поехать в Новогорск, там занимаются олимпийской чемпионкой, там, как, например, Кудрявсом, ОМУН. Там есть девочка даже моего года, и я хочу добиться таких результатов. Вот я понимаю вот сама, что у меня есть такая гибкость, растяжка, ну, так себе, и мне нужно только коленки и носки, чтобы добиться больших результатов. Эти девочки также отправятся защищать честь Чувашии на первенстве Приволжского федерального округа. Для них это важный и серьёзный старт. Молодые гимнастки прекрасно это понимают. Они анализируют свои преимущества и недочёты, объективно оценивают свои шансы. Больше всего мне нравится выступать с оборчем и с мячиком. Потому что оборчь мы начинаем брать самым первым, и я им уже хорошо овладела. А мячик мне нравится, потому что много перекатов, оболакиваний, и им я овладею хорошо. Пока ещё сложно даётся лента. Так что мы её только взяли, и всякие рисунки, броски, это очень сложно. Сначала я начала с оборча. Мне не так сначала легко было, а потом уже я мастерство своё развивала, и мне очень легко давалось это. Мне сейчас всего сложнее даётся лента. Мне её надо очень хорошо отработать. Для серьёзных соревнований мне придётся усердно работать. Спортсменки наизусть знают имена прославленных гимнасток и следят за их программами. С особым интересом они ждали выступлений на Олимпийских играх в Рио. У нас есть три гимнастки основных – Солдатова, Кудрявцева и Мамун. У Солдатовой не вступала она, потому что там только два человека. А получается, у Кудрявцевой у неё в основном чистота стоп, колени, а у Мамун у неё элементы и работа с предметом. И я болела за Мамун, она и выиграла. А у Кудрявцевой у неё была очень обидная потеря, она была в конце, она потеряла много баллов. Мне очень нравятся Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун. У Яны Кудрявцевой мне очень нравится, как она выполняет прыжки, её лёгкость. А у Маргариты Мамун элементы, она чисто делает элементы. Больше всего мне нравится Солдатова, но она не выступала на Олимпийских играх. Но на Олимпийских играх я болела за Кудрявцеву. У неё была травма перед этими соревнованиями, и я думала, что она не будет выступать. Но она выступала, заняла второе место. Мне очень жалко, что Кудрявцева в начале первых, когда были все участницы, она выступила шикарно за булавами. Но когда уже не прошли финал, она в конце потеряла булаву. Было очень жалко, я очень волновалась. Но всё обошлось, они хорошо выступили. И очень мечтаю, чтобы попасть туда, чтобы все тоже надеялись на меня, так же, как на них, и чтобы я тоже выиграла в соревнованиях. А ведь когда девочки только переступали порог зала художественной гимнастики, держась за руку родителей, они и представить себе не могли, что когда-нибудь их мечтой станет участие в Олимпийских играх. Я занималась танцами, прошёл год, и в итоге у меня не было никаких результатов, ни на шапогат не научилась садиться. Мама решила, что вот пойдём в художную гимнастику. Пришли, первые три года никаких особых результатов не было. Потом я научилась садиться на шапогат, уже начала гнуться. Ну, мне понравилось. Ну, я начала заниматься, 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 и, получается, в первом классе мне уже было тяжелее. Но я осталась, потому что мне это нравилось, мне было интересно, вот, работать с предметами. Я, как пришла на гимнастику, я умела садиться на шапогат, потому что я занималась спортивными танцами и научилась там, шапогатом. Вот. Мне очень нравится заниматься художной гимнастикой. Я смотрю разные видео, себя, свой опыт расширяю, мастерство всякое с предметами, элементы. Стараюсь новые, новые изучать. Помимо отработки элементов в спортивном зале с предметами и без, для девушек обязательно занятия хореографией. Принимаем мы детей, вот, в этом году начали с трёх с половиной лет, чтобы они умели танцевать, чтобы у них боязнь не была и к предмету, и вообще к танцевальной подготовке. Так как этот вид спорта, художественная гимнастика, очень многогранен, туда включается и хореографическая подготовка, и предметная подготовка, и беспредметная подготовка, куда включают в себя повороты, равновесие, прыжки с предметами, без предметов. Акробатическая подготовка. Для вот этого всего нужно, естественно, очень много-много времени. Занимаются девушки от трёх до шести раз в неделю в зависимости от возраста. Казалось бы, в какое время учиться? Однако все спортсменки учатся на отлично. И как они сами говорят, художественная гимнастика делает их дисциплинирование и собранье. Меня, наоборот, собирает гимнастика. У меня времени нету. Я говорю, быстро, быстро, быстро. У меня и в школе пятёрки, и здесь всё хорошо. Вот. Пока художественной гимнастикой занимаются только девочки. Но пришло время вспомнить и о мальчиках. Как отметила президент Всероссийской Федерации и главный тренер сборной страны Ирина Винер после своего очередного избрания, для дальнейшего развития художественной гимнастики в ней обязательно должны появиться и мужские дисциплины. Дальнейшие планы – это развитие художественной гимнастики для мальчиков. Мальчиков будем привлекать, конечно же, со спортивной гимнастики изначально, а потом уже будем набирать свои группы с трёх лет, начиная. И будем развивать художественную гимнастику для мальчиков. Как будет развиваться мужская художественная гимнастика, узнаем в скором будущем. А пока продолжим следить за выступлением наших девочек и, конечно же, продолжим знакомиться с новыми спортивными надеждами республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова